Петров Сергей Иванович, первый заместитель главы города. Слушаем вас. В зале заместители главы Анапы, главы сельских округов и руководители подразделения администрации муниципалитета. Ответ на каждый вопрос стараются найти здесь же. Жителя Витязева интересует транспортная доступность. Его маме, ветерану войны, в этом году 90 лет. Два года назад администрация планировала запустить поблизости автобус, однако проект оказался нерентабельным. Но теперь адрес, где живет ветеран, взяли на контроль в управлении социальной защиты. Если это ветеран войны и ему 90 лет, однозначно мы просто персонально будем... Нет, это будет 15-15 декабря. Ну, все равно, даже если 89, все равно это уважительный возраст. Поэтому мы уделим вам внимание и, соответственно, сделаем так, чтобы вам было комфортно жить в нашем городе. Спасибо. В поселке Виноградный заброшенное здание бывшей автошколы. Во-первых, это некрасиво. Во-вторых, его можно приспособить под муниципальные нужды. Например, открыть клуб для детей. Мы начали искать, естественно, делать запросы через наших депутатов. Последний ответ нам с Москвы, с ДСАПа пришел, что оно им не принадлежит. Поэтому инициатива такая, как вымороченное имущество, надо его оформлять. И, может быть, управление образованием, может быть, под спортом приспособить. Ответ у нас есть, что оно бесхозное. Ну, как бесхозное, что оно не принадлежит ДСАПу. Сергей Петров поручил убедиться в том, что здание бесхозное, и начать оформлять его в муниципальную собственность. Тем более, что такая практика есть. А рядом, в поселке Суворов в Черкесском, жители просят привести в порядок тротуар, который ведет к детскому саду. Здесь варианта два. Оформить заявку, которую муниципалитет выполнит в следующем году, или найти в небюджетный источник. Председатель родительского комитета школы номер 31 станицы Гостогаевской Андрей Кривошеев интересуется, запланировано ли строительство нового спортивного зала. Тот, что есть, мал. Дети способны, заняли первое место среди основных школ. То есть, стремятся, хотят, а возможности такой нет. Вот, если можно, чтобы вы на это обратили внимание и помогли нам в этом вопросе. В муниципалитете поясняют, станица Гостогаевская развивается очень быстро. Бюджет просто не поспевает за такими темпами. На очереди учебные заведения, где вообще нет спортивных залов. В школе номер 21 его строят. Пока детской школе подали заявку на финансирование по государственной программе. Расширение имеющихся площадей. Следующий логичный шаг и вопрос ближайших нескольких лет. Мы однозначно будем разрабатывать инфраструктуру, однозначно будем в этом направлении работать. Тем более, главой города эта задача нам обозначена. О том, что мы должны создавать нашим жителям комфортные условия для работы и для отдыха. Да, пожалуйста, да. Мы будем благодарны вам. Хорошо, спасибо. Мы вас записали однозначно. Да, примем это к сведению. Рядом с селом Джигинка увеличилась интенсивность движения поездов. При этом единственный выезд из населенного пункта – железнодорожный переезд. Жители просят построить еще один, а лучше – мост. В администрации ситуация на контроле достаточно давно. Муниципалитет уже выделил 15 миллионов рублей на строительство здания пожарной части в Джигинке. На государственные же деньги ее оснастят оборудованием и техникой. Однако, даже это не отменяет решение вопроса с транспортной доступностью. Письма нами уже написаны. Этот вопрос стоит на контроле у главы. Это дороги федерального значения. То есть, это не подчиненные они ни нам, ни краю. Поэтому мы подготовим письмо на федералов, на губернаторов написать. Наверное, письмо может быть с Юрием Федоровичем сейчас посоветуемся на это переговорить. Потому что, если мы не будем стучаться в двери, они не откроются. Жители станицы Анапской спрашивают, когда откроют для детей стадион, построенный к мировому футбольному первенству. По словам Сергея Петрова, должна пройти процедура передачи объекта из государственной в муниципальную собственность. Затягивать с этим не будут. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.